Лабораторная работа Лабораторная работа посвящена знакомству с весьма сложным прибором, сканирующим зондовым микроскопом, и приобретению первых навыков экспериментальной работы с этим устройством. Прибор может работать в двух режимах. В режиме атомно-силового микроскопа и в режиме микроскопа туннельного. При работе в режиме атомно-силового микроскопа при сканировании поддерживается постоянной величина вандервальцевых сил, возникающих между зондирующей иглой и исследуемой поверхностью. При использовании же прибора в качестве туннельного микроскопа во время сканирования постоянной поддерживается сила туннельного тока, протекающего через зазор между сканирующей иглой и поверхностью исследуемого образца. Основными элементами сканирующего зондового микроскопа являются предметный столик и расположенный над ним зонд, представляющий собой тонкую металлическую иглу. Исследуемый образец при помощи двустороннего скотча прикрепляется к эрмагнитной подложке, которая помещается непосредственно на предметный столик. Перемещение предметного столика осуществляется с помощью специального пьезоэлектрического двигателя, представляющего собой куб, на трех гранях которого укреплены пьезокерамические пластинки, деформирующиеся при подаче на них напряжения. Зондирующая игла может совершать вертикальные колюции, для возбуждения вертикальных колебаний используется специальная пьезокерамическая трубка. Одновременно эта же трубка может использоваться в качестве датчика положения иглы. Изготовление иглы для сканирующего зондового микроскопа представляет собой весьма тонкую и сложную операцию. Дело в том, что для качественного и однозначного восстановления рельефа поверхности желательно иметь такое острие зонда, на котором бы находился только один атом. Для решения этой весьма нетривиальной экспериментальной задачи может использоваться оригинальное устройство, в основе работы которого лежит процесс травления иглы, автоматически останавливаемый сразу же после ее разрыва, вызываемого действием силы тяжести. Сигналом, свидетельствующим о разрыве иглы, является исчезновение специально пропускаемого через нее электрического тока. Заготовки для будущих зондирующих игл делаются из жесткой вольфрамовой проволоки, которая просто разрезается на части при помощи ножниц. Выполнение этих операций не сопряжено с какими-либо особыми хитростями, но требует заметного времени и, следовательно, терпения. Изготовление одной заготовки занимает около пяти минут. Своим загнутым концом иголка вставляется в отверстие фиксатора, в котором удерживается за счет сил упругости. Держатель с заготовкой для зонда устанавливается на штативе, на котором закреплена небольшая петля из проволоки. Помещенная на эту петлю капля щелочи силами поверхностного натяжения растягивается в тонкую пленку. Теперь остается только ввести пленку в соприкосновение с иглой и ожидать окончания процесса травления. За ходом процесса травления можно следить по выводимым на экран компьютера импульсом зондирующего тока, однако возможно и визуальное наблюдение за подсвеченной частью иглы, расположенной ниже щелочной пленки. Через пару секунд после того, как нижняя часть иглы оторвется и упадет вниз под действием сил тяжести, травление надо прекратить, иглу вынуть из держателя и обязательно промыть в дистиллированной воде. В результате проделанных операций получается зонд с радиусом закругления порядка 25 нанометров. Качество изготовленной иглы проверяется при помощи оптического микроскопа. В случае аккуратного обращения, хорошо изготовленная игла утрачивает свою рабочую форму после прохождения примерно полуметра пути над сканируемыми образцами. Несмотря на то, что в классическом смысле непосредственный контакт между острием иглы и поверхностью отсутствует, переменные вандервальсовые силы, действующие на острие со стороны поверхности, приводят к постепенному стиранию зонда. Очевидно, что одной из наиболее тонких и сложных операций является подведение сканирующей иглы к поверхности образца на такие экстремально малые расстояния, при которых оказываются заметными и измеряемыми либо вандервальсовые силы, либо туннельный ток. На этапе первоначального грубого позиционирования зондовой иглы ее подвод к поверхности образца осуществляется вручную при визуальном наблюдении через оптический микроскоп, изображение с которого выводится на дисплей компьютера. На этапе же точной установки иглы критерием правильности позиционирования является уменьшение амплитуды вынужденных колебаний зонда за счет воздействия на него вандервальсовых сил со стороны поверхности. Соответствующая задача решается автоматически. При работе в режиме подвода сканер периодически перемещается из положения, соответствующего минимальному расстоянию между иглой и образцом, до положения максимального удаления. Максимальная амплитуда перемещения сканера примерно равна 15 микронам. В момент максимального удаления зондовой иглы от образца происходит срабатывание шагового двигателя, в результате которого среднее расстояние между иглой и поверхностью уменьшается примерно на 3 микрона. После этого управляющее напряжение на сканере начинает плавно меняться, в результате чего расстояние между иглой и поверхностью плавно сокращается. Именно на этом этапе отслеживается амплитуда колебаний иглы, уменьшение которой является сигналом к завершению процесса позиционирования. Если во время вытягивания сканера ожидаемый контакт с поверхностью не наступил, игла вновь удаляется от поверхности на максимально возможное расстояние, после чего вновь срабатывает шаговый двигатель и среднее расстояние уменьшается на очередные 3 микрона. В результате работы по рассмотренному алгоритму рабочее расстояние между иглой и образцом устанавливается за 3-5 циклов. Как уже говорилось, при работе прибора в режиме атомно-силового микроскопа фиксируется величина сил вандервальсовых взаимодействий между концом зонда и поверхностью образца. Перед началом сканирования необходимо установить размер исследуемого поля, число точек и скорости прохождения иглы в прямом и обратном направлениях. При сканировании стандартного поля размерами 12 на 12 микрон на штатной скорости сканирования время измерения составляет порядка 25 минут. Для визуализации физического потока данных о положении зонда, перемещаемого по поверхности, соответствующей постоянному значению величины вандервальсовых сил, используется дисплейный симулятор осциллографа. Далее физические данные подвергаются программной обработке, в ходе которой подавляется шум, убирается постоянная составляющая и наклон. Появление последнего обусловлено тем, что при креплении образца на двухстороннем скотче исследуемая поверхность не может быть ориентирована параллельно поверхности предметного столика. В данный момент в качестве исследуемого объекта используется поверхность перезаписываемого CD-диска. Наблюдаемое даже на визуальном уровне различие в ширине дорожек сканируемого диска связано с нелинейностью регистрирующей системы вблизи края поля сканирования. Программное обеспечение прибора позволяет просматривать выбранные отдельные фрагменты поверхности, не дожидаясь окончания сканирования всего поля. Соответствующие выбранному участку поверхности данные подвергаются программной обработке, в результате чего синтезируется улучшенное изображение поверхности. Программное обеспечение позволяет измерять расстояние между выбранными элементами изображения. Например, у данного образца расстояние между соседними дорожками составляет величину порядка полутора микрон. Также изображение может подвергаться пространственному фурье-преобразованию. Эта операция оказывается наиболее полезной в тех случаях, когда производится поиск тех или иных периодических особенностей изображения. Свойства пространственной периодичности данной поверхности характеризуется двумя пиками, которые весьма размазаны из-за того, что в целях экономии времени поле сканирования было выбрано малым. Качество получаемого изображения сильно зависит от формы острия и глызонда. В качестве примера можно сравнить изображение поверхности тестового объекта, полученное поставщиками прибора с помощью многократно используемого зонда с изображением, которое получается при использовании только что изготовленной удачно получившейся иглы. По окончании обработки результатов сканирования может быть построен трехмерный религиев поверхности образца, перемасштабируемый по желанию пользователя. Также возможен анализ степени шероховатости поверхности. У рассматриваемого образца характерный масштаб неровностей составляет величину порядка одного нанометра. Работа прибора в режиме туннельного микроскопа также начинается с процедуры подвода иглы сканера. В отличие от работы в режиме атомно-силового микроскопа, в этом случае отсутствует опция выбора резонансной частоты. При переходе в туннельный режим на мониторе появляется предупреждение о том, что к образцу будет приложено напряжение. Перед началом подвода измерительного зонда к образцу необходимо выставить две величины. Величину туннельного тока, при котором подвод будет завершен, и подаваемое на образец напряжение смещения. Для сканирования поверхностей хорошо проводящих образцов напряжение смещения по умолчанию устанавливается равным половине вольта. После того, как процедура позиционирования зонда завершена, можно переходить непосредственно к процессу сканирования. Для приборов, установленных в учебных лабораториях физического факультета, режим работы в качестве туннельных микроскопов не является основным. Это связано со сравнительно высоким уровнем шумов усилителя, наличие которых существенно снижает качество изображения, получаемого при сканировании. Сравнение результатов, полученных на одном и том же образце в результате измерений в режимах атомно-силового и туннельного микроскопов, показывает, что во втором режиме уровень шумов оказывается примерно в три раза выше. Таким образом, в случае необходимости распознавания мелких деталей рельефа, для данной модификации прибора режим атомно-силового микроскопа оказывается предпочтительным. Микроструктуры поверхностей различных материалов весьма разнообразны. Поверхность этого образца представляет собой набор шипов с радиусами острия порядка 10 нанометров. Эта величина меньше разрешающей способности учебного прибора, что позволяет использовать данный образец в качестве измерителя радиуса закругления зондовой иглы. Характерная ширина получающегося при сканировании максимума по сути дела несет информацию о радиусе закругления острия иглы, который оказывается равным 25 нанометрам. Сканирующий микроскоп позволяет получать изображения и биологических объектов, например, кисломолочных бактерий и даже бациллос саптелес – бактерий, обитающих в Земле. Очевидно, что далеко не каждый прибор способен сформировать изображение объекта со столь сложным названием. Эти объекты с характерным размером порядка 10 микрон биологи обозначают гораздо более простым словом – бублики. Следующий пример представляет собой поверхность нанофильтра. Лапсановая пленка бомбандируется ионами высоких энергий. Материал с таким образом разрушенной структурой обрабатывается селективными травителями, в результате чего размеры наноотверстий несколько увеличиваются. Для повышения контрастности изображений и выделения мелких деталей в режиме атомно-силового микроскопа может использоваться еще один вариант обработки результатов, в котором учитывается фазовый сдвиг между переменным напряжением, раскачивающим зонд, и вынужденными колебаниями системы. Лабораторная работа Ну что придумаешь страшней? Кому-то просто и нет зачета, кому-то ничего важней. Кому-то просто и нет зачета, кому-то ничего важней. КОНЕЦ